здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем такой интересный как сказать экземпляр в общем его можно сделать кошечку вернее это кошечка в большом варианте вот я вам в конце в большом варианте это такая кошка подушка вот я сейчас вам расскажу все размеры чтобы у вас достичь этой все все пропорции размера сейчас я вам расскажу либо это мягкая игрушка либо если взять совсем маленький связать в маленьком масштабе то это будет элементарная игрушечка маленькая допустим величину самих кошечек я вам измерю в конце а сейчас я вам покажу детали и так детали девчонки у нас три детали я вязала вот основываясь на 50 сантиметров то есть я набирала 50 сантиметров во всех случаях и в большой кошки и в маленьких котятах да я сделала кошку маму и кошку двух котят вот кошку я вязала нитками несколько сложений несколько сложей и на толстых спицах то есть вы будете приспосабливать на свои как бы на свою пряжу какая у вас есть с какой вы вяжете я сейчас весь принцип я вам расскажу значит основа это наш наша тушка самая большая деталь 50 петель я и в большой и маленькой пили набирала 50 петель разница только в плотности вязания то и и в толщине пряжи значит большая у меня ширина 37 сантиметров и в маленькой это 27 сантиметров те же 50 петель далее высоту из зала 60 рядов и там и там везде лицевыми петлями платочной вязкой здесь у меня получилось 51 сантиметр маленькой 36 сантиметров далее вторая деталь это наша голова вот опять же те же 50 сантиметров то есть ширина у нас у всех трех деталей одинаково вот 50 петель набрала провязала 20 рядов это одна треть вот этой вот высоты девчонки внимание это если вы будете набирать свои даже ну в общем у вас и ряды и все будет свое него не ориентируясь на мои вот эти топа по параметрам как бы по масштабу вот эта деталь одна треть высоты вот этой вот детали это 20 рядов в сантиметрах это 17 и соответственно 12 сантиметров и последняя деталь набрала 50 сантиметров 10 рядов высоту это одна шестая большой детали вот в принципе я думаю все понятно в сантиметрах это 5 и 4 сантиметра большую я уже сшила пробовала и вот смотрите вот она моя большая деталь большая деталь голова и хвост вот они три деталь теперь у нас сборка первым делом как мы сшиваем сейчас я вам буду показывать беру я нитки приблизительно что у меня нету таких и тип толстые которые я вязала и так мы перегибаем деталь до пополам ищем срединку вот здесь вот срединку сгибаем боковой угол и совмещаем эту срединку лавка я буду показывать вот вот она срединка совместила я с боковой частью далее снова здесь я сложила видите и здесь соединяю так то же самое я делаю здесь вот нашла средину сложила боковую часть закрепила то же самое здесь так есть вот смотрите что у нас получается вот такая вот деталь да вот у нас четыре ноги получается вот она так конвертиком таким своеобразным отверстие и четыре ноги как же мы сшиваем сейчас я одну вам покажу потом вы сошьете все четыре значит вот давайте начнем отсюда да хорошенечко тут и мы продвигаемся к уголку и мы продвигаемся к уголку так и вот когда мы не доходим до конца на большой где-то 5 сантиметров на маленькой 3 вот смотрите вот этот уголок я подгибаю сюда и вот таким вот образом его сначала фиксирую вот а потом зашиваю вот эти вот уголочки это для того чтобы чтобы лапка не было вот острию там где конец лапки да и вот так вот этот здесь и здесь я зашиваю то есть опять же таким своеобразным конвертиком да вот в конце я делаю вот видите еще вот эту дырочку я зашиваю и вот так вот я проделываю со всеми четырьмя лапками вы можете использовать все свои остатки не так и сделать полосатую кошечку девчонки вот у меня это эти нитки были я уже и сумок из них навязала вы знаете на канале они и уже они меня если честно поддаст все равно это будет на изнанке а красоте шва тут заботиться не приходит не приходится да потому что это все будет на изнанке вот видите вот эти узелки мы все оставляем на изнанке и и остальные ножки я точно так же все три еще сшивали так девчонки вот смотрите что из этого получилось до 4 ноги вот такие вот и вот здесь вот отверстие пока я откладываю эту деталь беру деталь головы складываю пополам и сошью вот эти две стороны вот здесь вот подготовлю теперь беру хвост хвост тоже складываю вот таким вот образом пополам тоже сшиваю его здесь я затяну стяну как бы кончик хвоста здесь можно сделать девчонки кисточку мне почему-то лень вот на конце хвостик а можно сделать кисточку и можно сделать кисточки на ушках кстати кстати вот здесь вот в этом моменте и и вшить да и получится кисточка на конце хвоста ну а теперь просто сшиваю до конца в конец а здесь вот здесь вот в этих местах можно вставить вовнутрь кисточки сшить и на лицевой стороне будут такие на ушках кисточки и так мои хорошие смотрим вот такая деталь у нас получилась вот основная на мои узелки не смотрите я не и выворачиваю и вот и теперь заполняю хорошо заполняем наполнителем так теперь хвостик до сшит здесь то стянут сшит я его тоже выворачиваю при помощи карандаша или фломастера или что угодно здесь может быть и тоже наполню его наполнителем тоже здесь все очень просто наполняем что же касается головы вот смотрите я ее сшила так теперь я ее тоже выворачиваю и он такой вот у нас такая вот заготовка и теперь мне нужно вот здесь вот как бы прошить вот эти вот части чтобы у нас получились ушки вот видите так вот я прошиваю уголочек уголочек фиксирую теперь перехожу на вторую сторону и фиксирую вот этот вот уголок теперь чтобы у нас получилась голова вернее чтобы у нас ушки получились понятно да вот и вот у меня уголочки прошита теперь я беру наполнитель наполняю все свои три детали хорошенечко вот здесь вот внимание очень плотно набиваете ножки чтобы кошечка хорошо устойчиво стояла как бы вот вот то есть старайтесь поплотнее набивать ножки ну и соответственно все остальное тоже так мои хорошие вот смотрите видите набила я достаточно плотно все детали теперь даже вырезала сейчас я стяну вот эту деталь головы здесь надо стянуть именно чтобы она максимально кругленькая получилась так вот оно наше личико кошечки теперь нам нужно нарисовать лицо вот такой вот носик я из фетра вырезала поменьше его сделаю тут уже дело везения какое лицо получится сейчас я попробую нарисовать свое лицо своему котику так два кругляшка таких и черную нитку вот тонких ниток у меня не оказалось я взяла толстую какая есть вернее и попробую сделать ротик и усы так для начала определяю где у меня будут глаза и нос да вот так вот где то один глаз второй глаз и нос и исходя из этих точек я теперь буду рисовать вот здесь вот у меня нос вот здесь вот у меня нос сейчас я сделаю усы в первую очередь два так теперь теперь в эту сторону усы видите здесь хорошо что здесь будет приклеен нос и мы можем замаскировать узелок так нет теперь нам нужно сделать ротик сделать ротик сделать ротик так три стежка сюда три стежка чтобы у нас получился ротик так вот он Теперь мне нужно бровки нарисовать. В принципе, всё. И возвращаюсь снова сюда, сделаю здесь узел. Вот, отлично. Видите? Если смотреть. Теперь я здесь делаю узелок. Вот, кстати, видите, и получила, что толстая пряжа у нас и лучше. Потому что мы толстой пряжей одним стежком делаем всё. Теперь я приклеиваю нос. Вот. Так, носик есть. И теперь ещё глазки. Вот, видите, для чего нам нужны были эти точки. Чтобы мы, основываясь на них, рисовали лицо. Вот такое вот у меня лицо котёнка получилось. Я думаю, симпатичный. Хе-хе-хе-хе. Немного грустный, да? Ну, ничего. Так, теперь. Собираем до конца наши детальки. Вот я вот смотрю, у меня здесь маловато. И мне нужно ещё сюда доложить наполнителя. Чтобы вот прям хорошо держал форму. Чтобы котёнок был очень такой устойчивый. Так, хорошенько-хорошенько, плотенько заполняем всю нашу детальку нашу. Вот так. Отлично. Теперь берём ниточки и сшиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! В моём случае это детская и взрослая подушка, девчонки. Размеры сейчас я вам озвучу. Большую я ещё сшила кошечку, но не сделала лицо. Так, хвост пришиваем. Там, где у нас находится хвост. Так, всё, мои хорошие. Теперь замеры детская у нас детский котёнок. У нас длина, не считая хвоста, 39 см. Ну, 40 где-то сантиметров. И ширина 17 см. В этом месте, ну, если с лапами, то 25 см. Вот такой вот детский котёнок. Ку-ку! Теперь ещё взрослого вам измерю. Вот он. Вот он взрослый. Взрослый у нас побольше. Где-то 50 см в длину. И 20 см. 20 см где-то вот это. То есть, это подушка для взрослого. Он ещё у меня без лица. Сейчас я сделаю, нарисую лицо, девчонки. Вот они. Нарисую личико. И потом фотографии вам покажу. Ну, всё, девчонки. На сегодня всё. С вами была Вика из Школы Укоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok